Бесконтактный автошампунь Бесконтактный автошампунь Бесконтактный автошампунь автомобиля мы расскажем более подробно. Наносить бесконтактную химию ГРАЗ можно на сухую поверхность автомобиля, но если кузов нагрелся, на солнце его следует охладить струей воды, чтобы избежать быстрого высыхания моющего раствора. Если кузов охладился, на морозе нужно сначала сбить лед и снег. На сегодняшний день бесконтактный способ является самым быстрым и эффективным способом мойки кузова автомобиля в профессиональной среде. Активная пена, которую дает автошампунь, идеально справляется со своей задачей. Попадая на поверхность, она эффективно удаляет любое загрязнение, при этом абсолютно никакого физического воздействия не требуется. Для того, чтобы приготовить раствор для пенокомплекта, возьмем 200 мл средства для бесконтактной автомойки Актив Фом Эффект и 800 мл воды. Вся необходимая информация написана на этикетке. При производстве бесконтактных шампуней ГРАЗ используется только высококачественное сырье, поэтому их эффективность не уступает, а в большинстве случаев превосходит как импортные, так и отечественные аналоги. Специалисты компании вкладывают весь накопленный опыт, учитывают специфику российской грязи и жесткие погодные условия, что, несомненно, является огромным преимуществом. Моющие средства носятся снизу вверх плавными движениями. Необходимо выжать одну-две минуты, не допуская высыхания, и начинаем отбивать автомобиль снизу вверх. Такой способ достаточно практичен. Нам хорошо видно, где произошло сбитие пены, так как при работе высоким давлением сверху вниз поток воды смоет всю пену, и определить, где остались непройденные участки, будет очень трудно. Существует еще один способ нанесения пены на кузов автомобиля – это пеногенератор. Для 25-литрового пеногенератора зальем 300 мл того же состава. Чтобы меньше образовывалась пена-шланг, опускаем до дна и набираем воду до уровня. В каждый продукт для бесконтактной мойки ГРАС входит целый комплекс всех необходимых компонентов. Это высокоэффективные поверхностно-активные вещества, комплексы образователей, позволяющие работать на воде любой жесткости, ингибиторы коррозии, не допускающие повреждения поверхности автомобиля. Наносим пену снизу вверх. Субтитры создавал DimaTorzok После нанесения пены выжидаем 1-2 минуты, не допуская высыхания. После этого начинаем взбивать пену снизу вверх. КОНЕЦ Сейчас я вам покажу эффект розовой пены. Active Foam Pink – это один из самых популярных автошампуней. Помимо того, что он обладает великолепными моющими свойствами, его основной особенностью является розовая пена, которая придает красочность и дополнительную привлекательность мойке автомобиля. После бесконтактной мойки рекомендуется нанести воск для быстрой сушки. Существует два способа нанесения воска на кузов автомобиля – через пенокомплект и распылитель. В распылителе пропорции 20 мл на литр, на пенокомплект 100 мл на литр. Воск для быстрой сушки FastVax – это высокотехнологичный продукт, обладающий мощным водоотталкивающим и антистатическим действием. Как вы видите, вода будто разбегается от места, куда попал воск. Этот удивительный эффект возможен с помощью положительного заряда специальных катионных поверхностно-активных веществ. В данный момент мы воск будем наносить пенокомплектом. Воск наносится равномерно по всему кузову автомобиля. Помимо обычного воска для сушки автомобилей, существует еще горячий воск, который разводится в горячей воде 1,4 ста, либо 25 мл на 10 литров воды. Горячий воск наносится при помощи губки круговыми движениями. Горячий воск Hot Vax очень полюбился многим клиентам, так как помимо всех свойств холодного воска, он придает блеск и дополнительный полирующий эффект. Излишки воска смываются водой. Для упрощения сушки можно воспользоваться водосгоном. Теперь мы приступаем к протирке автомобиля искусственной замши. Салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки автомобилей и уборки помещений. Отлично впитывает влагу, обладает длительным сроком службы, устойчива к большинству химических средств, не оставляет разводов, прочна и эластична. Салфетка производится по прямому контракту в Европе с логотипом ГРАС, что гарантирует качество и надежность данного продукта. Сейчас мы будем произвести чистку сильно загрязненного диска специальным средством, которое разводится один к одному с водой и наносится распылителем. Высококонцентрированный кислотный моющий раствор для очистки изделий из легких сплавов быстро и эффективно удаляет с тормозных колодок пыль, сажу, ржавчину и налет. Для этого нужно равномерно нанести жидкость на диск. При очень сильном загрязнении применяется щетка. И после этого мы сливаем диск обильно водой. После мойки автомобиля можно сделать чернение резины. Существует два продукта. На силиконовой основе Black Brilliance и на водной основе Black Rubber. Чернитель на силиконовой основе наносится в чистом виде и чернитель на водной основе разводится 300-500 грамм на литр. Сейчас мы покажем, как ими работать. Чернитель-полироль для шин Black Rubber. Это профессиональный состав для очистки и полировки шин, а также других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск, а также обладает антистатическим эффектом, что позволяет долгое время пыли не осаждаться на резину. Как видите, резина имеет не совсем свежий вид. Для нанесения мы используем распылитель и булку. После нанесения Black Rubber на резину необходимо дать ей высохнуть или протереть сухой тряпкой, чтобы пыль не прилипала к влажной поверхности. Разницу видите на лицо. Чернитель на силиконовой основе наносит только на сухую резину. Чернитель-полироль Black Brilliance – профессиональный состав для очистки и полировки шин, а также других резиновых изделий автомобиля на силиконовой основе. Обладает всеми свойствами Black Rubber, но при этом не смывается водой, что позволяет ему сохранять свои свойства даже в дождливую погоду. Желательно не задевать диск, чтобы к нему не прилипало пыль. Сейчас мы отмоем переднюю часть автомобиля от следов насекомых. Для этого необходимо разбавить средство Mosquito's Cleaner 100-200 грамм на литр. И после этого заливаем средство в распылитель. Теперь необходимо нанести средство на кузов автомобиля, выждать 1-2 минуты, не допуская высыхания. Средство для удаления следов насекомых Mosquito's Cleaner – это концентрированный продукт от компании Grass, который предназначен для быстрого и эффективного удаления остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Обладает высокой очищающей способностью, легко справляется даже с застарелыми загрязнениями. Сейчас мы отобьем ту часть автомобиля, где было нанесено средство. Теперь мы попробуем отмыть ту часть автомобиля, где не было нанесено средство. А теперь займемся мойкой моторного отсека. Я разбавил 200 грамм Motor Cleaner на литр воды. Перед тем, как нанести раствор, нужно сбить сильное загрязнение и отсудить двигатель. Сейчас мы нанесем моющий раствор, выждем 1-2 минуты, не допуская засыхания. Очиститель двигателя Motor Cleaner – это мощное и эффективное средство, предназначенное для очистки моторного блока и частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли и другой дорожной грязи. Продукт от компании Grass сделан по европейской технологии, основанной на использовании высокоэффективных поверхностно-активных веществ, комплекса образователей, щелочных агентов. Кроме того, не имеет неприятного запаха, в отличие от некоторых аналогичных средств, часто основанных на керосине. А теперь приступаем к мэке моторного отсека. После мойки моторного отсека необходимо продуть хорошо все электрические части. Продолжение следует... Для удаления следов битума эффективно помогает средство антиграфики, наносится с помощью распылителя. Средство для удаления дорожно-нефтяных загрязнений – антиграфики. Это смесь высококачественных растворителей европейского производства, отличающихся слабым запахом, благодаря высокой степени их очистки. Предназначено для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других загрязнений. Остатки смываем струи высокого давления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мы займемся полировкой салона автомобиля. Существует два вида полироли. Полироль мат – матовая, полироль глоссий – глянцевая. Начнем с матовой полироли. Она разбавляется водой один к одному. Полироль лучше наносить с помощью распределителя на губку, чтобы не замарать стекла. Полироль очиститель пластика Полироль матте – это профессиональный матовый полироль для обработки приборных панелей, для очистки и полировки изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Обладает приятным ароматом и антистатическим эффектом. В этом продукте силикон находится в виде эмульсии, благодаря чему он хорошо распределяется по поверхности и не оставляет жирных пятен. Полироль матте можно использовать и как кондиционер кожи. Содержащиеся в его составе умягчающие и очищающие компоненты позволяют очистить кожу, придать ей дополнительную мягкость и защитить от растрескивания. Полироль глянцевый наносится в чистом виде с помощью губки. Триггер можно не использовать. Полироль Глосси – это профессиональный глянцевый полироль для пластика. Он придает ярко выраженный блеск и обновляет поверхность. Для мойки стекол и зеркал нужно использовать профессиональный очиститель Клинглаз. Он разводится 150-200 грамм на литр воды. И выливаем его в распылитель. Средство вносится с помощью распылителя и притирается веточью, либо бумажным полотенцем. Очиститель стекол Клинглаз – это продукт, который эффективно очищает стекла, фары, зеркала автомобиля, пластиковые, хромированные и окрашенные поверхности от грязи полевых, жировых загрязнений, а также следов насекомых. Клинглаз не оказывает вредного воздействия на краску, пластик, резину и хромированные поверхности. Средство быстро высыхает, не оставляя разводов. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Само помещение автомойки тоже необходимо держать в чистоте. Для этого лучше всего подходит «Эсид Клинах». Это высокопенное кислотное моющее средство от компании «ГРАЗ». Разводится оно 1 к 1, 1 к 5 в зависимости от загрязнения. В состав наносится с помощью губки или щетки необходимо использовать резиновые перчатки. «Эсид Клинер» – это продукт для мойки внутренних и внешних поверхностей зданий, отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, а также стекол от известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера. Для уборки химчистки салона мы используем три средства. «Антиграффити» – универсал «Клинер» с высоким пенообразованием или «Текстай Клинер» с умеренным пенообразованием. Разбавим 150 мл теста «Клинера» в литре воды. И зальем его в распылитель. Состав для уборки салона и химчистки готов. Перед нанесением средства продуем и пропылесосим салон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сначала мы удалим масляные пятна, битум, смолу от почек с помощью антиграффити. После этого мы нанесем состав на расстоянии 15-20 см и выждем 5-7 минут. Очистители салона «Текстайл Клинер» и «Универсал Клинер» – это профессиональные моющие составы для очистки салона автомобиля от любых загрязнений. Подходят для очистки ткани, велюра, пластика, стекол и искусственной кожи. Обновляют и оживляют цвета обивки салона автомобиля. После этого почистим поверхность с помощью губки и щетки. Сильное загрязнение можно будет убрать щеткой. После этого будем использовать пылеводосос для того, чтобы поверхность была максимально сухой. «Текстайл Клинер» Как мы видим, поверхность стала чистой и сухой. «Текстайл Клинер» Как мы видим, поверхность будет сухой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok